Огромное спасибо Борису за прекрасный, вдохновляющий доклад и за столько, наверное, чувств, которые испытываются. Ну что ж, я представлю вам завершающий доклад. Итак, идея этого доклада появилась по требованию для одной из конференций. Меня попросили рассказать о том, как вообще бы строить стратегию. Есть ли какие-то подходы или принципы. Потом посмотрели на презентацию и сказали, слушай, давай добавим слово «кризис». Стратегия в кризис. В итоге все это понемножку переделалось и появилось любопытное рассуждение. Готовя и создавая этот доклад, он обобщил целый ряд любопытных рассуждений. Попробую вам рассказать о том, как это все складывалось и как цепочку рассуждений можно построить для себя и вообще для компании. Первый момент, с которым сталкиваешься, когда начинаешь говорить о стратегии, это необходимость научиться смотреть на свою компанию беспристрастно. На самом деле это практически невозможно, это очень сложно. Так же, как невозможно объективно оценивать своих детей. Они лучше всех поют, они прекрасно танцуют, все у них замечательно получается, а все остальные дети обычные. Но без этого невозможно научиться рассуждать, невозможно научиться строить стратегию. Ну давайте для начала про кризис. Мы о нем будем мало говорить, но немножко вообще стоит об этом поговорить. Кризис, кризис. Каждый раз это неожиданность. Почему-то мы забываем, что уже много людей получили диссертации, защитили, получили Нобелевские премии и доказали цикличность всего происходящего. Уже есть графики, расчеты, величины, но все равно, что мы не делаем, кризис это всегда как снег зимой, всегда неожиданность. Но давайте примем просто, что кризис происходит. У него есть некая регулярность. Эта регулярность достаточно постоянная. Значит, он придет. Он будет каким-то особенным, мы можем об этом поговорить, но тем не менее. Вот кризисы, кстати, бывают разные. Бывают кризисы глобальные, бывают финансовые, бывают какие-то политические. То, что сейчас у нас происходит, это не кризис. Это какая-то локальная история, которая связана со спором хозяйствующих субъектов. Ну я не знаю, как это можно называть. По-разному об этом говорят. Но если мы посмотрим на глобальные какие-то процессы, или немного почитаем, или возьмем, например, статистику, то по статистике получается, что, например, в США последнюю статистика зафиксировала, что больше 9 лет не было интервала без рецессии. То есть мы точно можем сказать, что 9 лет после предыдущей рецессии это максимальный интервал, должен случиться еще один кризис. Предыдущая была в 2008 году, сейчас у нас 16-й. Ну то есть получается 16-й, 17-й год. Экономика глобальная. И как в прошлый год, вот собственно в 2008 году, когда глобальный ВВП всего мира упал, в общем кризис случился. Мы можем говорить, что, скорее всего, 17-й год что-то произойдет. Поэтому мне как раз и говорят, ну давай как-то построим стратегию. Стратегию, в которой мы могли бы быть устойчивыми, сильными и вообще как-то развиваться. И, кстати, есть масса рассуждений, масса докладов, которых рассуждают на том и говорят о том, что вообще интернет по большому счету одна из немногих надежд экономик на выход из кризиса. Если вот он случится, то всегда происходит ускорение бизнес-моделей. Везде, где мы прибавляем интернет, перестройка бизнес-моделей. Вообще кризис всегда ускоряет наиболее эффективные модели. Поэтому многие эксперты сходятся в том, что интернет является в большинстве своем надеждой для выхода из кризиса. Интернет играет ключевую роль. Причем играет на целом ряде вопросов, связанных с замедлением. Есть очень любопытные источники. Здесь указаны источники. Посмотрите годовые отчеты. Раз в год они создают большие отчеты. Есть о чем посмотреть и поразмышлять. Оставим пока кризис. Несколько слов про этапы развития рынка. Многие знают этот график. Но что по оси Y здесь отложено? Собственно, 2,5% — это первые начали пользоваться, следующие последователи — 13%. А что по оси Y? Если бы по оси Y было, например, число пользователей мобильной связи, тогда непонятно, почему после 50% оно упало. То есть получается, вроде бы, это этапы развития рынка, но не про рынок. Потому что рынок должен был бы расти. Очень важный вопрос на самом деле. Что находится по оси Y, если мы говорим о том, что такое рынок? Зрелый он, развивающийся и так далее. Но в данном графике автор скорее говорил о тех, кто знает о технологии и хотел бы ее попробовать. Вообще же рынок выглядит примерно вот так. Если мы говорим про растущий рынок, то, например, возьмем наш рынок, например, мобильной связи. В 1998 году рынок мобильной связи. Что в этом году может произойти? Случился кризис. Те, кто пользовались мобильной связью, стали стараться пользоваться ей меньше. Но ведь огромный приток тех, кто пытался пользоваться мобильной связью далее. Да, рост уже не на 200%, но на 100% мы можем быть уверены. То есть кризис нам, в общем, не так стражен, когда речь идет о растущем рынке. Замечательная тенденция. Если же мы говорим про рынок 2016 года и говорим о кризисе, что может произойти с этим сегментом? Вот это очень важное состояние, когда по оси Y число абонентов мобильной связи и фактически мы вышли на некое плато. То есть уже дальше как бы некуда расти. Конечно, влияние кризиса на данную ситуацию, на данный рынок, на зрелый рынок будет существенным. Еще один важный момент. Это заполненность рынка. Без сомнения, растущий рынок, все свободны. Зрелый рынок, все поделено. И вот, предположим, 10% на растущем рынке свободны. Не нужно смотреть на тех, кто уже воспользовался мобильной связью. Почему? Потому что все остальные свободны. Мы можем заплатить цену за информирование, но не должны платить цену за переход. Вообще важный термин – это цена за переход. Никогда не получается, что она нулевая. Ну, практически не получается. Таким образом, если рынок растущий, не обращаем ни на кого внимания, просто пытаемся привлечь новых клиентов. Но если же рынок зрелый, тогда получается, что… Ну, она не нулевая, но в принципе можно для упрощения сказать, что цена информирования ноль. Но цена перехода не ноль. Причем, да, сделали МНП, но все равно нужно пойти, встать, пойти, написать в одном месте заявление, в другом месте заявление, каких-то денег заплатить, переподключить. Это сложно. Вот ее сделали, а переподключается-то мало. На самом деле, раз смс-очку бы отправил, и ты уже с оператора на оператора перескочил, вот была бы жизнь. Смотришь рекламу, новый рекламный тарифтный план, пошли смс и стань нашим абонентом. Вот бы этот пирог начал играть. Но фактически здесь уже делить некого. Цена перехода, если не нулевая, значит, с рынком тяжелее работать. Поэтому выбор стратегии напрямую зависит от двух главных вещей. Это этап развития рынка, и второй, собственно, цена за переход. Если мы на зрелом рынке разрабатываем одну стратегию, если мы на растущем, совершенно другую. Опять же, смотрим на цену перехода, она очень существенна, когда рынок зрелый. Ну что ж, чуть-чуть дальше про, ну, наверное, такие общие вопросы, что ли. Борис Нуралеев любит по эту тему шутить. Он говорит, что есть компании, все делятся на два типа. Первый тип – это мясное производство, а второй – это молочное. Ну, мы с вами далеки от сельского хозяйства, но мясное – это годик и на мясо. Молочное – это долго. Понемногу, но долго. Я, опять же, рассказываю, много раз, вы помните, в моем докладах участвует такая терминология. Я говорю, что здоровье компании можно понять по разнице, и особенно по возрастающей разнице, между доходами и расходами. То есть, если мы, например, за год выросли на 100%, а расходы выросли на 50%, красота. Если же что-то не так, значит, здоровье компании не очень правильно. Это очень простой управленческий тезис, им очень легко определить, на каком производстве мы работаем с вами. Если это молочное производство, то есть компания нашла рынок, продукт, состав, другие составляющие, которые позволяют ей создавать достаточную маржинальность и зарабатывать. По большому счету, такую компанию можно назвать стратегом, потому что она генерирует прибыль, существенную и большую. Если же линия расходов находится над линией доходов, вот за штрихованную зону кто-то должен оплатить. Ну как ни крути. Это может быть либо инвестор, либо учредители, которые те же инвесторы. Это мясное производство. Потому что если вы не перебрались в положительную зону, то, скорее всего, случится трагедия. Все, конечно, мечтают о мясомолочном производстве. То есть немного в минус, а потом в плюс. И начали зарабатывать. Ну пускай будет три типа бизнесов. Мясомолочное производство прекрасное. Таким образом, давайте посмотрим на рынок. Что получается? Принципы управления на растущем рынке. Кризис не существует. Будем чуть больше, чуть меньше, но будем расти. Значит, растем. Вот еще раз. Мы будем рассуждать, используя три графика. График зрелости рынка, наличия свободных, ну и, собственно, здоровья нашей компании, тип компании. Нет необходимости бороться с конкурентами. Задача максимально увеличить долю на рынке и откусить как можно больше пирог. Расходы на привлечение, это, собственно, цена информирования и нулевая цена за переход. Следим за расходами, хотя растущий рынок очень многие ошибки спрощает. И как раз на растущем рынке бывают инвесторы. Инвесторы, в общем, так и рассуждают. Отлично, мы сейчас войдем, пирожок как можно больше, когда приблизимся к зрелому рынку, продадим следующему стратегу, у которого молочное производство, которому нужны такие элементы. И опять же в прошлых докладах на прошлой конференции я рассказывал о том, что вообще растущий рынок прощает многие ошибки. У вас же каждый день новые клиенты. Вы можете ошибаться, репутационные ошибки, какие-то другие составляющие, финансовые ошибки. На самом деле есть предприниматели, которые умеют жить только на растущем рынке. Они не очень любят экономить. Им нужен растущий рынок и как можно больше дельта между ростом и между расходами. Зрелый рынок. У нас уже весь пирожок поделен. Ну, что тогда? Рынок поделен. Главная задача – удерживать клиентов и понемногу увеличивать свою долю. Внимательно следим за конкурентами, точно формулируем отстройки. Это должно быть очень понятно. Повышаем качество обслуживания, перетягиваем клиентов за счет качества обслуживания. Предлагаем новые услуги. Ведь клиентская база уже поделили. Значит, нужно что-то придумать, предложить какой-то новый пакет, увеличить, как это говорят, РППУ, средний чек на клиента, вместе с этим купи вот это, ну и так далее. Некоторым кажется, что зрелый рынок – это плохо. На самом деле это прекрасное время для максимизации прибыли. То есть здесь сейчас зарабатывают, получают много дохода. Но на зрелом рынке становится очень важным элемент прогнозировать динамику этого рынка. Его не нужно бояться. Кризис уже случается, и мы это знаем. Зрелый рынок будет колебаться вместе с кризисом. Ничего вы с этим не поделаете. Значит, если упала, значит, и упала выручка, вы должны уменьшить расходы. С Костей мы обсуждали один тезис из этого доклада. Он меня спрашивает, а как снизить-то расходы? Я говорю, на 20%. А как снизить? На 20%. Это и есть ответ. Вы можете достигать это любым способом. Может, главное, только не убейте какие-то существенные органы в организме, компания. Но тем не менее, вы должны следить за колебаниями. На зрелом рынке очень важно следить за дельтой. Вообще на зрелом рынке не бывает инвесторов. Практически. Потому что компания, которая не будет следить за расходами, может даже никаким производством не стать. То есть, где-то в поле и останется. Никому не достанется. Итак, три стратегии работы на зрелом рынке. Бороться за долю с конкурентами долго, медленно, цена информирования, существенная цена перехода. Вообще, стабильность рынка зависит от цены перехода напрямую. Увеличивать средний чек тоже, в общем, понятная стратегия. Ну и, наверное, самая интересная стратегия это создавать новый продукт или новое качество, которые с точки зрения клиента будут восприниматься как новый продукт. И позволили бы нам сказать или конвертировать текущий рынок в зрелый, в растущий. Таким образом, я сначала рассуждая на эту тему предположил, что вообще много на зрелом рынке делят этот пирожок. на самом деле почти никогда не борются за пирог. В основном все ищут способ зрелый рынок превратить в растущий. Создать новое качество, создать новый продукт, что-то сконвертировать, чтобы получилась такая стратегия. Примеров, кстати, очень много. На всех этих носителях могла быть записана одна и та же музыка. Да с большой вероятностью мы с вами уже многократно заплатили за разные элементы. приходил один игрок, второй, третий, и каждый раз пластинка это уже не очень удобно. Есть бобины. У нее есть очевидные преимущества. На нее можно записывать, и каждый раз что-то менялось. Например, вот сейчас в ожидании возникновения нового качества находится совершенно фантастический рынок. И Google активно ищет автопилоты, и Tesla. КамАЗ недавно опубликовал прекрасное видео, как у них грузовики ездят, сами паркуются. Немножко страшно, но реально они же ездят. На самом деле это очень крутая технология. Но посмотрите, ведь в результате всего этого может получиться, это будет называться автомобиль, и это будет называться грузовик. Но потребитель старый грузовик не будет уже считать полезной штукой. Начнется новый рынок, и на нем будет уже совершенно другая картина. всегда задаем себе вопрос, что будет по оси Y. По оси Y у нас в нашем графике будут автоматически управляемый автомобиль. А тот рынок, где обычный автомобиль с водителем, он уже поделен, он там остался где-то в истории. Интернет добавляет новое качество почти ко всем продуктам, которым он добавляет. Добавили, ну по сути, это, как говорят, уберизация. Это возможность и перспектива, добавив интернет, мобильность, какие-то другие факторы к известной технологии, создать новое качество и переделить зрелый рынок. Интернет является растущим или зрелым рынком? Озадачил я вас. На самом деле он скорее уже зрелый. Если мы определимся, что по оси Y. По оси Y, если мы с вами поместим число пользователей интернета, сегодня оно составляет 3 миллиарда, темп роста уменьшился, мировой составляет 9 процентов. Если убрать Индию, а там сейчас рост 40 процентов, то получается 7 процентов годовой рост. Ну 7 процентов уже как-то не кажется таким глобальным. Вот собственно российский график интернет-аудитории. Ну посмотрите, это же очень похоже на те графики, которые я рисовал. Ну вроде мы еще не на плато, но как бы потихонечку по 5-6-7 процентов будем расти. Еще раз, это рост, но в целом уже достаточно зрелый рынок. Смартфоны. Зрелый рынок или незрелый? Темп снижается. Темп снижается, аудитория, вот этот наш пирожок, у которых нет смартфона, по оси Y смартфон, она все время уменьшается. 10 процентов. Ну собственно так же делили операционные системы. Мобильные приложения тоже интересны нам. Что мы должны по оси Y разместить? Число мобильных приложений, которые ставит пользователь. Современные цифры. 33 приложения. 12 из них он пользуется каждый день. 80 процентов он сидит в трех приложениях. Facebook, Chrome, YouTube, ну мессенджер еще один. Но 4-5 приложений, это его 90 процентов времени. Причем посмотрите, он сидит 4-5 часов. Мы с вами сидим по 4, а мы, наверное, еще и больше сидим. По-честному, если. Удивительно, что батареи не хватает. Но ведь просто не хватает ее. Кого не спроси, у тебя есть зарядка? Да, сразу достают. Вот одна, вот вторая. Тебе какую? Мобильные сайты. Это новый рынок или нет? Скорее нет. Да, они не стали самостоятельными объектами или не стали самостоятельными сайтами. Они вроде бы принесли новое качество, но тем не менее адаптивный сайт стал некой частью обычного. Начали спорить об этом, но все-таки это часть обычного сайта. Отдельный прекрасный рынок мессенджеров. Зрелый он или нет? Скорее всего зрелый. Причем прям волнами прокатилось по странам. Есть разные цифры разных мессенджеров по разным странам. И очень высокая цена перехода, что удивительно. То есть ты вроде бы ставишь себе какой-то другой мессенджер, но общаться тебе там не с кем. Твоего круга общения там нет. Вот у меня забавная ситуация. Со старшей дочерью я общаюсь в WhatsApp, там же у меня бабушка. Не знаю почему. А, ее точно старшая научила. Со средней в Viber, а с супругой в Telegram. И вот у меня еще есть Facebook, по бизнесу я общаюсь в Facebook, но мы скорее исключение. А так у человека обычно один мессенджер. И в них люди проводят огромное количество времени. Коммуникации с клиентами и мессенджерами. У всех есть мессенджер, но сегодня мы общаемся друг с другом. Об этом рынке еще не говорят как о рынке, но возможно это совершенно новый рынок. О том, что его заметили, можно, наверное, предположить вообще по истории с ботами. Ботов стали выпускать, стали выпускать открытые API, Telegram, Facebook, ВКонтакте, Viber. Все пытаются открыть историю и воспользоваться огромной клиентской базой. Но сейчас даже нельзя говорить о том, что рынок уже начал формироваться. Все, наверное, ищут. И вот здесь боты, я чуть-чуть о них поговорю, хотя, наверное, мне нужно ориентироваться на время, может, у меня уже его не так много. Иногда мы даже не понимаем, где находится рынок. Вот говоря о ботах, все говорят, а что это вообще такое? О чем мы должны говорить, когда мы говорим об этой технологии? Я придумал хорошую аналогию о том, что такое бот. Бот, вот я работал в банке до 98-го года, и мы устанавливали банкоматы. Банкомат предусматривал, что вы не можете пообщаться с человеком. У нас была огромная группа противников в банке, которые говорили, у нас прекрасное отделение, красивые девушки, пускай приходят и у нас обслуживаются. Слушайте, ну он же стоит на улицу, он автоматизированный, там можно выполнить все процедуры. На самом деле банкомат это бот. Это бот, с которым вы можете общаться, выполняя базовые действия, которые позволяют вам в режиме самообслуживания получить необходимые вещи. Не буду я сейчас детально, наверное, о ботах рассуждать, приведу вам, наверное, ту пример идеального бота. Вообще, этот сегмент формируется только сейчас. И я бы, наверное, привел сегмент бота, кстати, их сейчас очень неудобно разыскивать. Я представил, что вот ты подъезжаешь к аэропорту Шереметьево, и вдруг твой мессенджер, тот, который ты любишь, а у меня, видимо, все четыре, выпрыгивает и говорит, я бот аэропорта Шереметьево, меня зовут Ирина, Марта, и я могу вам помочь. Скажите номер вашего рейса, и я вас доведу до самолета. Ты называешь номер, разговариваешь с ней как с человеком, говоришь, слушайте, а я могу зарегистрировать? Да, давайте зарегистрируемся. Сфотографируйте там, не знаю, билет или еще какой-нибудь код скажите. Может быть, он уже знает что-то про этот код. Таким образом, это, по сути, автоматизированная система, которой мы могли бы пользоваться, например, сказать, что смотрите, у вас тут что-то разбито и отправить им фотографию. Такой бот-интерфейс к некой информационной системе. Много в этом контексте говорят про развитие интерфейсов голосовых и развитие искусственного интеллекта. Я, опять же, не буду очень детально говорить о технологиях в данном контексте, но, тем не менее, голос — это одна из тех технологий, которая может добавиться каким-то известным уже продуктом, ну, например, к стиральной машинке, и можно будет с ней общаться. Вот, например, добавили голос и искусственный интеллект, и ты разговариваешь со стиральной машинкой. Договариваешься с ней, как нужно постирать. Она тебе намекает, чем нужно пользоваться, что я не то засыпаю, там и так далее. Одним словом, технологии могут повлиять на эту часть. Здесь любопытные цифры из этого отчета о том, что все больше и чаще, ну, например, в Штатах уже 60, больше 60% людей пользуются голосовым поиском. Причем основной причиной и отмечают рост технологий. Я думаю, что многие из вас уже начали пользоваться голосовыми технологиями в этих вопросах. К 2020 году даже есть утверждение, что основным поиск будет осуществляться 50% либо через фотографии, то есть когда мы кидаем фотографию того, что нам необходимо, либо бросим голосом. Буквально на днях, вы, наверное, обратили Авито, представили проект, когда ты фотографируешь любую машину и по этой фотографии тебе находят аналогичные. Через три года, я вас уверяю, нам будет лень вбивать автомобиль, который мы ищем. Там щелкнул, а интересно, сколько стоит такая машина или еще какие-то факторы. И в результате какие-то сегменты рынка будут делиться. Искусственный интеллект. С этими технологиями очень много связывают. О них стали говорить очень много. Вообще, этой истории очень много лет. Но каких-то факторов не хватало, не могли найти применений. Сейчас то к пилоту прикрутят, и он обыграет всех, то прикрутят к Bitrix24, и она начинает помогать. И так далее начинается развитие этих вещей. Ну, например, было бы здорово, если бы бот, я иногда думаю, был бот-автоответчик у меня в мессенджере. То есть ты на него нажимаешь, а он уже научился на том, как ты отвечаешь, общаться, например, с женой. И вдруг он общается за тебя, и она ничего не подозревает. Более того, с ее стороны тоже бот общается. И мы все рады. Мы общаемся. Это новое качество мессенджера, мне кажется. Я, кстати, подозреваю, что искусственный интеллект станет частью бот-платформы. То есть бот-платформы же тоже будут конкурировать, продолжать между собой, в смысле мессенджеров. То есть наверняка Facebook или Telegram или остальные представят что-то, где мы сможем использовать эти технологии как составную часть. Опять же, любопытная тенденция. Я только на некоторых остановлюсь, которые могут служить фактором передела рынка. Это возможности дополненной реальности, дополнения фотографий, распознавания лиц, целый ряд других вещей могут служить основой для трансформации зрелого рынка в растущий. Для того, чтобы не знать ничего о кризисе. Для того, чтобы поделить какой-то готовый сегмент. В рамках этой части я бы, наверное, хотел отметить, что учитывая, я предполагаю, что ускоряется процесс, когда интернет добавляют к огромному количеству рынков, начинается ускоренный переход из зрелого в растущий рынок. Этот меняет требования к информационным системам. Фактически, очень часто стал появляться термин MVP минимального жизнеспособного продукта. И все больше клиентов, выходя на рынок, говорят, так, мы не хотим уже строить идеально. Более того, мы не хотим строить систему 3-4 года. Или даже год мы не хотим. Три месяца продукт мы должны показать клиентам, пощупать, попробовать. После этого мы должны начать его развивать. И на зрелом рынке такое возможно, было бы, вернее, долгий цикл. На растущем рынке по сути MVP и совершенно новый цикл производства, а именно регулярных коммуникаций с клиентом, построение процесса производства, построение процесса обратной связи. И в этом смысле я бы хотел ваше внимание как партнеров и разработчиков обратить внимание на то, что эта тенденция должна и будет влиять на вас. Фактически вы должны в том числе учитывать ее для того, чтобы лучше работать с клиентами. От разработчиков требуются более готовые продукты, а от партнеров требуется больше консалтинга. Больше консалтинга и участия в жизненном цикле. Для того, чтобы быстро запустить и вместе с клиентами модифицировать и развивать продукт в нужном направлении. Было бы, наверное, странно немного не поговорить про нас, наши продукты по управлению сайтом. Мы уже с вами говорили об этом графике, говорили об этом сегменте. Если мы по оси Y откладываем число веб-сайтов, доминов, размер интернет-аудитории, скорее всего мы можем говорить, что мы приближаемся к зрелому рынку. Еще раз я всегда против того, чтобы говорить и недооценивать зрелый рынок. Это время максимального заработка. Это не значит, что он падает. Наоборот, это время, где можно и нужно зарабатывать. Битрикс 24 вообще включает в себя по сути очень много рынков. Рынок задач. То есть, если мы должны по оси Y отметить тех, кто пользуется задачами в таком-то, в таком-то формате, например, или вообще используют задачи в компании. или, например, рынок социальной сети, или какие-то другие рынки. Я не буду сейчас общее рассуждение на эту тему представлять, но, наверное, есть смысл поговорить о рынке CRM. Очень любопытно. Это зрелый рынок или незрелый? Растущий? Рынку 20 лет. Почему он растущий? Потому что появилось новое качество. Я тоже так думаю. Мне кажется, что это растущий рынок. Еще раз, определимся, что по оси Y. По оси Y компании, которые внедрили и используют CRM. По-честному, их очень мало. То есть, реально, все уже выполнили задачу информирования, все знают, что такое CRM. Но почти никто не внедрил. Но почему вдруг рывок такой? Еще раз, это моя гипотеза. Может быть, это не так? Мне кажется, появилось несколько качеств у CRM, которые позволяют изменить ситуацию. Во-первых, стало проще внедрять. Я думаю, что сами технологии, доступность технологий и то, что можно назвать, например, какой-нибудь самовнедряемый CRM, то есть, когда системы больше за вас делают работы, позволяют ее внедрить легче. Второй момент, конечно, цена. Дело в том, что вообще первоначально рынок этот был для интерпрайза, для крупных, больших 600 долларов аккаунт. За последние пять лет цены совершенно изменились. Продукция из другого сегмента переместился в SMB, он стал доступен, нужен и стал применим. Фактически CRM-то он называется, но за этим прячется, скорее всего, уже какое-то другое слово, новое качество, которое клиент воспринимает по-другому. Я совершенно уверен, что рынок коммуникаций с клиентами большой, новый, растущий рынок. Ну, собственно, я показываю в данном случае только растущие рынки, которые нам кажется важно инвестировать, которые требовательны со стороны внимания, и мы видим, ваше внимание, оно в том числе работает. Но у нас есть некая идея или понимание того, что мы можем попробовать трансформировать уже зрелый рынок управления сайтом в растущий рынок. Во-первых, за счет создания нового качества и за счет интеграции с B324, добавления растущих сегментов в управление сайтом в интернет-магазины. Мне кажется, что технологии, которые можно создавать, которые позволяют отстроиться и создать уникальное качество, например, композит, могут также служить критерием создания или формирования рынка, для создания условий для трансформации этого рынка. Мне кажется, мы меняем свои рынки и меняемся сами. Я буду рад, если каждый из вас поразмышляет над своим рынком, определиться, что у него по оси Игоря, как у него работает бизнес, в каком этапе развития рынка находится он, в каком этапе находится компания. Современный мир требует от нас непрерывных изменений, меняться нужно очень быстро, меняться, чтобы вовремя работать и начинать работать на растущем рынке. Вообще идеально, чтобы всегда работать на растущем рынке, независимыми быть от кризиса и независимыми от конкуренции. Спасибо большое. Мы завершаем партнерскую конференцию. Огромное спасибо Сергею. На самом деле, это отличный финал контентной части. Было два потрясающих доклада, над которыми, я уверен, нужно подумать. Может быть, не прямо сегодня, может быть, их нужно пересмотреть и подумать над этим чуть попозже. А я хочу попросить вас вспомнить, как все начиналось. Мир меняется. Он требует от нас постоянного развития. В цифровой среде технологии решают все. Скорость изменений вокруг такова, что меняться значит выживать. И каждый год меняться нужно быстрее и быстрее. Мы создаем интернет-решения, которые делают наших клиентов лидерами. Наш рост – это рост бизнеса наших клиентов и партнеров. Мы меняемся сами и помогаем изменяться другим бизнесам. И уже 300 тысяч компаний по всему миру доверили нам реализацию своих бизнес-задач. Мы развиваемся ежедневно и хотим делать это вместе с вами. Готовы ли вы? Добро пожаловать на Битрикс Дэй! Коллеги, спасибо большое за прекрасную конференцию. Я хочу отдельно поблагодарить всех коллег, которые организовывали, делали, готовили материалы, снимали, организовывали участие в этом мероприятии. Сегодня больше тысячи человек участвовало в мероприятии, если считать, вместе с нами, в системе 100 организовывал. Прекрасное событие, прекрасное мероприятие. Ждем вас на следующей конференции на Битрикс Дне. Спасибо большое. Спасибо, друзья.